Всем привет! Давайте дальше рассмотрим, как можно сделать персонажей из Шрека. Вот эту вот вафлю сегодня сделаем, или как его называть, песочий, человечек. Давайте пройдемся по возможностям программы. Откроем The Brush и давайте откроем план 3D. Теперь установим его и все уже по прошлом видео стандартно. Жмем Edit, жмем Ctrl-Shift, жмем левую кнопку мыши и Shift выравниваем наш план. И теперь нам нужно нарисовать вот на нем вот этого песочного человека. Давайте сетку посмотрим. Так, нажмем Make Poly Mesh и добавим дивайдов. Ну, 4 где-то добавим раза. И теперь зайдем в геометрии и сделаем Delo. Вот такая сетка плотная у нас получилась. И теперь давайте с помощью маски порисуем. Поставим Draft Size побольше, жмем Ctrl и вот так вот рисуем. Отключим поле F, чтобы видно было. Вот так вот нарисуем, уменьшим Draft Size и чуть-чуть шею прибавим ему. И теперь по рукам пройдемся. Вот так вот. Голову чуть побольше сделаем. Вот так вот вроде что-то получилось. Не буду опять же делать детально все четко. Время не хочется тратить видео. И теперь давайте зайдем, посмотрим, что у нас получилось. Вот что у нас вышло. Теперь нужно сам план отделить вот от этой модели. Зайдем в геометрии, найдем Edge Loop и нажмем Edge Loop Masked Border. Вот что у нас получилось. Теперь жмем Ctrl-Shift и на модель отделяем ее. Вот что у нас выходит. Так, снимем маску. Нажмем Modify Topology в геометрии и нажмем Dell Hidden. Скроем вот это то, что мы удалили. Зайдем в Soft Tool, поле F. Снимем маску левой кнопкой мыши, Ctrl. Так, давайте опять в геометрии и опять в Edge Loop. Вот так повернем ее. Вы видите, что задней части у нас нету. И нажмем панель Loop. Подгоним вот эту толщину сначала и нажмем Edge Loop. Вот это тонковато. Давайте Ctrl-Z и чуть-чуть еще прибавим панель Loop. Вот, в принципе, пойдет. Все нормально. И теперь идем в геометрии. В деформацию. И нажимаем. Так, посмотрим, что у нас тут вышло. У нас одна полигруппа, не две. Давайте Ctrl-W объединим вот это все. И жмем Polish. Вот это мы все выгладим. И отключим поле F. Вот такой он у нас получился. Здесь можно будет потом его подогнать с помощью MOV. Что мы можем еще сделать? Зайдем в Smooth. Чуть-чуть прибавим. И нажмем Repair to Active. Вот так вот. Так, смотрим, что у нас тут получилось. Вот такой у нас такая заготовочка. И теперь давайте поработаем в SubTool. Отключим дублировать и поработаем с экстрактом. Для начала давайте нарисуем глаза, рот. Опять же с помощью маски. Жмем X, симметрию. Выравниваем. Вот так у нас в боку все получается. Откроем поле. И с помощью MOV можно будет чуть-чуть ее... Так. Отключим X. И чуть-чуть подкорректируем. И теперь нарисуем глаза. Вот так вот нарисуем глаза. Уменьшим Graph Size. И нарисуем ему брови. Также нарисуем ему рот. И пуговицы. Вот что-то такое получается. И немножко добавим узоров. Вот так вот по бокам. Теперь добавим заплатки. И по ногам добавим вот эти вот полоски. Так. Сзади у нас не отпечаталось. Все хорошо. Вот такой у нас получился человечек. И теперь жмем Extract. Так. Многовато. Давайте уменьшим чуть-чуть. Так. И чуть-чуть уменьшим. Здесь вот подрисуем. Вот так вот. Так. Так. Жмем Extract. Жмем Ацеп. И теперь заходим на наш SubTool. Снимаем маску. Левая кнопка мыши. Control. И заходим в деформацию. И жмем Polish. Все вот это можно подровнять с помощью Moff Elastic и Moff Topologia и Moff. Вот так берем ее. Draft Size чуть уменьшаем. И вот так вот можно чуть-чуть ее подрегулировать. Вот такой у нас человечек получился. Все это теперь можно раскрасить отдельно по SubTool. И можно объединить. Вот такой вот прикольный получается. Все. Всем пока. До свидания.